Сегодня они опять поругались с женой. Павел хлопнул дверью, жена вслед прокричала. Только попробуй развестись, я у тебя все отсужу при разводе, останешься в одних носках. Ну что этим женщинам нужно, думал Павел. Ведь все есть, дом полная чаша, фирма, которая приносит отличный годовой доход, шикарная квартира в центре города, дорогая машина с водителем, отдых в любом месте мира, где пожелаешь. Нет же, ей все не так, детей она не хочет, боится фигуру испортить. Сама не работает, целыми днями салоны красоты, спа, фитнес-центры и прочая ерунда, типа ночных тусовок по барам. А Павел эти тусовки терпеть не мог, он был интеллигентный молодой мужчина, мечтавший о большой дружной семье и поездках в деревню, на речку в их большой загородный дом. И такой дом у Павла уже был. Родители его умерли, и на месте их старенького дома он построил новый. Наслаждался природой и одиночеством. Дом стоял обособленно от всей деревни, рядом широкая река. Друзей в этом когда-то родном для него месте совсем не осталось, а из родни только его крестный Аркадий Афанасьевич, который всегда с нетерпением ждал приезда Павла. Дядя Аркадий всегда присматривал за домом крестника в его отсутствие. Любил Павел бывать в этом месте, порыбачить время от времени с крестным, да и одному тоже неплохо. Лодка у него была хорошая, хочешь на веслах греби, хочешь мотор поставь и рассекай по водной глади. Сегодня Павлу точно хотелось побыть одному. Отпустив водителя, он повернул ключ в замке зажигания и поехал в свой загородный дом, свое место силы и вдохновения. Надо было собраться с мыслями и все решить окончательно. Открыв дверь в дом, он услышал громкий и заливистый лай собаки. Щенок вылетел навстречу Павлу и стал с невообразимой скоростью вилять хвостом, подпрыгивать на задних лапах и пытаться лизнуть его руку. Господи чудо, ты откуда здесь взялось? Мужчина сел и начал гладить чинга по голове, а тот, заваливаясь на спину, подставил теплый животик под большие и добрые руки и от удовольствия налил на пол лужу. Павел, как я рад! Из кухни на звуки вышел крестный дядя Аркадий. Не ожидал тебя увидеть, вот пришел проверить, все ли у тебя дома в порядке. Ты надолго? Я даже не знаю, может и надолго, задумчиво отвечал Павел. Хочу побыть один, надо много чего решить для себя. Но вечером жду в гости, посидим, поговорим, может ты, мудрый человек, проживший жизнь, посоветуешь мне, дураку, как жить дальше. Конечно, приду, и Аркадий стал звать щенка с собой, но тот наотрез отказывался уходить и крепко прижимался к ноге Павла. Он тебя выбрал своим хозяином, засмеялся крестный. Видишь, уходить не хочет. Так это не твоя собака, что ли? Удивленно спросил Павел. Я вечером за рюмкой чая тебе все расскажу, где я его взял. И Аркадий попытался подхватить щенка на руки, но тот ловко увернулся и спрятался за большим креслом. Пусть остается до вечера, и мне не так тоскливо будет, предложил Павел. На то мы разошлись. Мужчина затопил камин, разобрал пакеты с продуктами, которые по пути купил в местном фермерском магазине и стал угощать щенка свежим творогом и молоком из-под коровы. Насытившись, щенок уснул на теплом полу у камина, положив голову на ноги Павлу. Вот оно счастье, подумал мужчина, и больше ничего не надо. Вечером, сидя за столом, крестный поведал историю появления щенка в его доме. Несколько дней назад он решил пройтись на веслах и прогулка и тренировка, два в одном. Река в этот день была тихая, как будто заколдованная, ни ветерка, ни шороха. Он наслаждался погодой и едва перебирал веслами. Вдалеке мелькнул бело-голубой катер, поднял волну. На катере шумно веселилась компания молодежи. Вверх по реке был элитный коттеджный поселок, и там уже несколько дней тусовалась золотая молодежь, детишки толстосумов. Аркадию послышался громкий всплеск воды, как будто что-то тяжелое бросили в реку, а потом словно что-то позвало его. Мужчина принялся быстро грести, добрался до середины реки. Возле лодки из последних сил барахтался щенок. Тихо и осторожно, чтобы его не напугать, Аркадий подплыл к собаке и вытащил за холку мокрое тельце. Лодка покачнулась, и он едва не упал в воду. А сам подумал, что щенку не заплыть так далеко от берега. Видимо, его решили утопить. Добрался домой, высушил, осмотрел находку и оставил у себя. «Я в породах не особо разбираюсь, но это же явно не дворняжка, я правильно понимаю», – спросил Павла Крестный. «Да это же Алабай, видимо, Мажорику подарили, а он не захотел ухаживать, это же ответственность», – предположил Павел. «Вот он и нашел самый простой способ избавиться от животного». «Так щенок ведь денег, наверное, стоит, хотя разве они считают деньги?» «Паша, возьми себе найденыша, мне уже много лет, не справлюсь я с ним, а вы, я смотрю, с ним полюбили друг друга», и Аркадий пристально посмотрел в глаза Крестника. «А я боялся тебе сам это предложить», – рассмеялся Павел. «Значит, теперь он мой?» «Так ведь он сам тебя выбрал, значит, так тому и быть». Жена щенка не приняла, хотя чему он удивлялся и на что надеялся, она была категорически против собаки, видеть ее не желала. «Шерсть, грязь и слюни от нее», – констатировала жена, и обосновался Павел в загородном доме. Главное, что в нем был интернет, и управлять своей компанией он мог удаленно. Опять же с ним любимая собака и родной человек рядом, крестный дядя Аркадий. Между тем, на фермерском мясе, молоке и свежих деревенских овощах, собака выросла в красавицу молочного цвета, с мягкой лоснящейся шерстью. Зара в свои девять месяцев была уже довольно крупная и мощная самка. Они были с Павлом неразлучны и везде ездили вдвоем, даже в город на совещание фирму. Зара тихонько лежала в приемной на ковре и терпеливо ждала хозяина. Сегодня после очередного приезда в офис Павлу понадобилось забрать кое-какие документы из дома. Он поднялся с собакой на лифте и открыл дверь в квартиру. По звукам доносившимся из спальни, он отчетливо понял, что жена не одна. Ему стало так противно, как будто его только что окунули в мерзкую вонючую жижу. Он бросил ключи от квартиры в прихожей и навсегда ушел из этого места. Мужчина гнал машину, что есть мочи. Скорее, скорее домой, чтобы забыть все это, как страшный сон. Погода портилась, ветер усиливался и повалил снег. На скользкой дороге машина плохо слушалась руля, ее мотала из стороны в сторону. До деревни оставалось совсем близко. Он даже не заметил, как машину занесло на повороте и она улетела в глубокий кювет. Очнулся он от боли и от того, что Зара шершавым языком вылизывала ему лицо. Так она привела его в чувства. За ворот пальто собака пыталась вытащить его на обочину дороги. Павел помогал ей как мог, отталкивался ногами от земли. И через какое-то время ей все-таки удалось это сделать. Мужчина лежал на обочине, глаза его застилали, слезы перемешанные со снегом. Тем временем Зара начала громко лаять, метаться вдоль дороги, привлекая к себе внимание и бросаться под проезжающие машины. Из остановившегося автомобиля вышла немолодая пара и отвезла Павла в ближайшую больницу. Отделался он переломом ребра и сотрясением мозга. Оказав первую помощь, его отправили домой залечивать переломы. А вот собака не пострадала совсем, как будто кто-то свыше ее уберег. «Замечательный у тебя друг», – сказал Павлу пожилой мужчина, который привез его в больницу. «Если бы не собака, твою машину, запорошенную снегом, с дороги бы никто не увидел. Береги ее, она тебе жизнь спасла. А машину придется сдать на запчасти». Через пару месяцев в своем загородном доме Павел вместе с Аркадием, Зара еще с одними своими спасителями отмечали его развод и покупку новой машины. От жены удалось отделаться малой кровью. Пожилой мужчина, новый друг Павла, пообещал познакомить его со своей внучкой, замечательной девушкой. «А что, может вы меня спасете еще один раз», – засмеялся Павел. «Чем черт не шутит?» Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!